Дорогие друзья, здравствуйте! В прямом эфире Союз Онлайн в студии Тимофей Обухов. Сегодня, выйдя на улицу, я по-настоящему ощутил предновогоднюю суету, царящую в нашем городе. Только до студии добирался больше часа, все куда-то спешат, пытаются всюду успеть, решить насущные вопросы, купить подарки, сделать максимум дел, не оставляя их на Новый год. По-моему, это так прекрасно, ведь оставив заботы в уходящем 2019-м, мы, вероятно, сможем уделить больше времени не только своим родным и близким, но и сделаем дела милосердия в адрес тех людей, кто в этом нуждается не меньше. А в Санкт-Петербурге один из святочных дней даже объявили Днем Милосердия. Подробности знает моя коллега Анна Шишминцева. Аня, здравствуй! Здравствуйте, Мафей! Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! Хорошее название у проекта – День Милосердия. А что конкретно имеется в виду? День Милосердия – это всегда теплый музыкальный вечер, на котором выступают как большие легендарные артисты, так и совсем юные, еще никому не известные, большой широкой аудитории. Один из организаторов благотворительного концерта – петербургский музыкант Антон Слон и бессменная ведущая таких концертов – артистка Анна Загребнева. Готовы рассказать нам об этом концерте? Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Анна, расскажите для начала нашим телезрителям о концепции проведения таких благотворительных концертов. Это всегда добрый вечер, встречи старых друзей и тех, кто именитый уже, и молодых. Молодые прикасаются к старшему поколению, а старшее поколение с радостью смотрит о том, какие они были, и вспоминает. Обычно это квартирник, домашник, очень теплый, очень добрый, очень заводной, очень радостный, потому что получается раз в три месяца, иногда раз в полгода мы встречаемся, чтобы друг другу пожелать чего-то очень важное, но с большой, великой сверхзадачей. Всегда все средства собраны, идут на помощь больным детям. Кто из артистов в этот раз примет участие в концерте? В этот раз очень интересный состав будет. Мы собрали таких великих людей рока. В первую очередь Михаил Башаков, отличный, веселый музыкант. Новый участник Михаил Новицкий, СП «Баба» и его проект еще с 90-х годов известен. Павел Колесник, вокалист группы «Август», он будет со своей командой «Август». Сергей Порошук, группа «НЭП», такой андеграунд они играют. Я буду со своей группой «Лунный пёс». Также у нас интересный гость Андрей Ургант, актер, телеведущий. Сейчас я даже посмотрю в порогалочку, никого ли я не забыл. Алексей Смирнов, группа «Кафе». Помните его композиция «Товарищ сержант» звучала по всей стране. Вот такой замечательный состав. День милосердия – это всегда оказание помощи благотворительным фондам. Кому в этот раз будет оказана помощь? В этот раз мы помогаем детскому хоспису и настоятелю храма на Долгоозерной, отцу Александру Ткаченко. Я считаю, что это человек с большой буквы, делает большое дело. И поэтому даже я чувствую себя очень гордой, что я собираю, помогаю и буду рассказывать о детском хосписе, о том, что он делает. Потому что это удивительное знакомство и, конечно же, удивительные люди, которые там работают. Пользуясь прямым эфиром, можем пригласить наших петербургских телезрителей и принять участие в концерте? Да, конечно. Это начинается Новый год, только вот Рождество. И 11 января, конечно, приглашаем всех, потому что наша жизнь, она достаточно короткая. И чем больше мы сделаем добрых дел, тем важнее. Поэтому, пожалуйста, все приходите. 11 января в клуб «Мани Хани» по адресу Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 28. В 18.30 мы начинаем. Вход свободный. Анна Торо, пригласите, пожалуйста. Дорогие наши телезрители, мы будем рады видеть вас на концерте. Приходите, своих друзей приводите. Будем радоваться, праздновать Рождество и наступающее крещение. Мы очень-очень вас ждем. Спасибо вам большое за информацию. Мы тоже, конечно, присоединяемся к приглашению. 11 января увидимся на концерте «День милосердия». Тимофей. Спасибо большое, Аня. Я присоединяюсь к прозвучавшим приглашениям. И могу лишь сожалеть, что не буду в этот прекрасный день в Санкт-Петербурге, а то бы тоже пришел на концерт. А вот если бы Рождество Христово я встречал и не на берегах Невы, и не на родном Урале, а в теплолюбивом Кисловодске, то точно знаю, что отдохнув после ночной службы, днем отправился бы на концерт арт-группы «Ларга». И чтобы послушать хорошие песни о высококлассном исполнении, и чтобы насладиться доброй атмосферой, которая, как правило, царит на их встречах со зрителями, и чтобы потом, зайдя за кулисы, пожать руку каждому нашему союзнику – Владимиру, Александру, Владиславу, которые вместе составляют арт-группу «Ларга». Но, к сожалению, для меня это пока только еще мечты. А вот для гостей и жителей Кисловодска такая возможность реальна. 7 января в 13 часов на курортном бульваре начнутся рождественские гуляния, свет Вифлеемской звезды, рождественский фестиваль «Благовест», игры и народные забавы, уличные представления по мотивам русских сказок, веселые скоморохи, рождественские мастер-классы. Специальный гость фестиваля – арт-группа «Ларга» с программы «Христос рождается». Славьте его! Ну и если в начале нашей встречи я говорил о пользе предпраздничных хлопот, то сейчас хочу сказать про обратную сторону этой медали. В суете пролетают эти декабрьские дни, когда так много надо успеть сделать, столько всего не забыть, что порой по-настоящему важные события и памятные даты остаются без должного внимания. А ведь между тем, ровно 40 лет назад, в это самое время, ограниченный контингент советских войск входил в Афганистан. Так для многих наших соотечественников началась Афганская война. И сегодня та самая дата, которую нужно помнить. Я передаю слово ветерану-афганцу, кавалеру Ордена Красной Звезды, директору Культурного Центра Солдаты России, автору-исполнителю Евгению Бунтову. Дорогие друзья, в эти предновогодние дни многие из нас вспоминают не очень веселую дату из истории нашей отчизны. В декабре 1979 года наши войска вошли в Афганистан. Мы были простыми солдатами, защищавшими южные рубежи своей родины, необъятной родины Советского Союза. Самая долгая война 20 века. Как можно об этом забыть? В память о тех горячих событиях я хочу исполнить одну из своих песен той поры, которая посвящена всем воинам-интернационалистам, простым солдатам Афганской войны. Песня про Андрюху. У Андрюхи голос высохший и грубый, Для солдатах удащав он и нескладен. У Андрюхи нецелованные губы И одиннадцать зарубок на прикладе. У Андрюхи дом в деревне на Урале, Где сестренка и река за огородом. У Андрюхи толк интернациональный, Непонятному афганскому народу. У Андрюхи госпитальная подушка И судьба не угадать, орел или решка. У Андрюхи ни невесты, ни подружки И на свете нет надежней СВДшки. У Андрюхи друг погиб на Алихеле, А в кармане на груди письмо от мамы. У Андрюхи до приказа две недели И засада у тропы у караванной. У Андрюхи нет ни звания, ни денег И в штабной пыли завязли все награды. У Андрюхи на груди десантный тельник, Разветроты пятьдесят шестой бригады. У Андрюхи голос высохший и грубый, Для солдата худощав он и нескладен. У Андрюхи нецелованные губы, И одиннадцать зарубок на прикладе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за эту песню, спасибо за эти слова. К ним добавить нечего, кроме молитвы об упокоении павших и здравии живых. Это далеко не первое произведение Евгения Бунтова, Которая звучит в нашем эфире. И открою секрет, в новогоднюю ночь программа начнется с премьеры клипа на песню этого автора. И мы совершенно уверены, что это понравится всем. И хотя наш редактор Света Ладина железной рукой убирает из текстов такие вот обобщения, Все мы, каждый из нас, В данном случае она полностью с этим согласна. Ну что же, друзья, на этом пока все. Сегодня еще увидимся. Света Ладина железной рукой убирает из текстов А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова